На нашей планете существует немало вершин, окутанных орелом таинственности, но ни одна из них не может сравниться с Эйгером. Так уж случилось, что на склонах этой горы, на глазах сотен людей, разыгралась одна из самых известных трагедий в Альфах. С тех пор Эйгер привлекает не только альпинистов, но и простых туристов со всего света. Одни мечтают подняться на его вершину, другие вблизи, увидевши мощь этого исполина. Один из самых популярных маршрутов на вершину проходит по Восточному гребню, также известному как Метелеги Ридж. Я приглашаю вас присоединиться к нашему восхождению на Эйгер, оценить сложность подъема, узнать подробности маршрута и вживую увидеть, с чем приходится столкнуться альпинистом на пути к вершине. Большинство альпинистов начинает свой восхождение на Эйгер в городке Гринтенвальд. Отсюда комфортабельный поезд поднимает пассажиров к подножию северной стены и далее через туннель, прорубленный в самой горе почти до высоты 3500 метров. Поездка на этом поезде уже сама по себе является отдельным туристическим аттракционом. Строительство туннеля началось в конце 19 века. Спустя шнадцать лет после начала работ, 1 августа 1912 года, первые пассажиры были доставлены до верхней станции Юнгфрау Йох. Мы же покидаем поезд на станции Айсмея. Здесь у смотрового окна номер 4 находится спуск в шахту, который выводит альпинистов на ледник. Да, вот собственно и начинается наше восхождение. Мы доехали до станции Айсмея. Здесь поезд сделает короткую остановку, чтобы можно было полюбоваться вот на такие пейзажи. Мы видим на леднике уже двух альпинистов, которые тут в хижине. Ну и хижина видна, собственно, это подход, первый этап восхождения на Эйгер по гребню Метелеги. Одеть снаряжение и приготовить кошки лучше еще до входа в шахту. И уже затем по узкому проходу спуститься вниз до самого конца. Еще немного по скалам, проход по которым оборудованным шлембурами и перильными веревками, и мы оказываемся на леднике. Выход из штольня на ледник простреливается камнями со стены. Здесь не стоит мешкать, лучше покинуть это место как можно быстрее. Спустившись на ледник, идем в северное направление, вдоль южных стен Эйгера. На леднике есть трещины, и возможно было льда с небольшим летопада выше пути следования. Пройдя по леднику до второго снежного языка, который как бы наползает на южные склоны горы, выходим на скалу. По пологим плитам вверх, а затем траверсом вправо за небольшой перегиб, и далее по широкому внутреннему углу вверх, пока не оказываемся на более простом рельефе. Несмотря на то, что этот участок оборудован анкерами, он требует концентрации и уверенного лазания в ботинках по скалам четвертой категории. Дальнейший путь не такой сложный, но не всегда очевидный. Он маркирован красными стрелками и туриками. Система полог выводит кулуару, который пересекает путь движения. Здесь также есть анкера, если скалы мокрые или снегу. Преодолев кулуар, продолжаем двигаться в том же направлении, пока не оказываемся под хижиной. Отсюда зигзагаем по полкам вверх, и мы достигаем нашей финальной точки на сегодня – хижины Метилеги. Весь путь от станции Айсмия до хижины занимает полтора-два часа. Ну вот мы и у нашего ночлега, у нашего приюта хижина Метилеги на 3300 с чем-то. Дошли мы достаточно бодро. Час сорок пять. Час сорок пять. Мы молодцы. Хижина нам очень нравится. Современная, уютная, хоть и небольшая, расположена в такой месте. Ну, сами посмотрите. Вот. Такие вот обрывы. Боимся упасть. Эйгер. Эйгер за нашей спиной. Наш гребень, гребень Метилеги. Отдыхаем. И в предвкушении завтрашнего восхождения. Хижина была построена в 1924 году на пожертвование одного из участников первого схождения по гребенному телеге Маки Юка из Японии. В 1986 году хижину отремонтировали, однако она по-прежнему вмещала всего 16 человек. В 2001 году на месте старой хижины было построено новое здание. Новая хижина рассчитана на 30 спальных мест и располагает уютный кают-компании. И все же, это одна из самых маленьких горных хижин в Альпах. Часть удобств находится наружу, а воду и прочие припасы приходится доставлять при помощи вертолета. На восхождение выходим еще до рассвета. Подъем и спуск занимают много времени, поэтому лучше выйти пораньше. Маршрут начинается буквально от хижины. Первый час или два придется лезть с фонариком. Но ориентироваться на маршруте несложно. Гребень очень узкий и по большей части нужно двигаться прямо по нему. Достаточно быстро подходим к первым канатам. За ними маршрут то становится проще, то снова требует попеременной страховки. Короткие скальные стенки с участками скал от второй до третьей категории сложности сменяются простым рельефом. В самых трудных местах установлены канаты. Так продолжается, пока маршрут не выходит на жандарм, который называется Гроссер Туру. Это примерно половина пути до вершины. Отсюда лучше спуститься дюльфером, особенно если скалы мокрые или в снегу. Здесь, а также и на всем протяжении маршрута, в самых трудных местах забиты анкера. Стоит заметить, что во время нашего восхождения состояние маршрута было идеальным. Жаркое лето и длинный период хорошей погоды высушили скалы настолько, что мы ни разу не использовали кошки. Однако чаще на гребне, особенно на его северной стороне, даже летом лежит снег. Поэтому нередки случаи, когда кошки одевают еще у хижины и не снимают их до спуска вниз. От перемычки за жандармом начинается длинная серия канатов. Здесь удобно работать на окрученной веревке в 20 метров. Эта длина также оптимальна на участках маршрута до жандарма. После канатов еще немного по скалам с участками скал 2-3 категории и маршрут выходит на простой рельеф, по которому подходим к снежно-фирному гребню. Обычно путь проходит прямо по нему, но в нашем случае мы смогли обойти его слева, так как гребень сильно обтаял и открылся проход по простым скалам. За снежным гребнем снова простой участок, который вводит нас прямо на вершину. Вершина Эйгера. 3960, сколько-то там. Короче, маленький 4 тысячи, пидорас так. Здорово. Погода хорошая, жалко только вот на вершине нас. Немножко накрыло облако, но все равно мы рады. Очень красиво. В отличие от многих классических маршрутах в Альпах, спуск с вершины Эйгера длинный и сложный. Можно рассмотреть три опции. Спуститься по пути подъема, уйти вниз по западному гребню к станции Айгерглеча или по южному гребню. Спуск по пути подъема нежелателен, так как вы неизбежно столкнетесь с другими альпинистами, кто еще поднимается на вершину. Путь к станции Айгерглеча весьма к ним не опасен. Поэтому мы выбрали вариант по южному гребню. Как правило, этим маршрутом спускаются практически все восходители на Айгер. Вначале предстоит достаточно долгий спуск на перемычку Норрихе из Айгер-Йох. На этом участке, ближе к вершине, есть несколько крутых сбросов, где лучше организовать дюльфер. Для этого также есть анкера и страховочные станции. Далее нужно преодолеть несколько скальных взлетов. При этом есть участки третьей категории. Помимо этого, между скальными жандармами может лежать снег или даже обнажиться лед. Состояние южного гребня значительно меняется от начала лета к его концу. Выйдя на перемычку из Ютлихес-Айгер-Йох, нужно спуститься с гребня в юго-восточном направлении и затем подняться на перевал Менх-Йох. Как правило, на леднике имеются следы от предыдущих групп. Однако сам ледник имеет большие трещины, поэтому стоит быть внимательным к выбору пути следования. Ну вот и закончилось наше маленькое приключение. Долго мы хотели подняться на вершину Эйгер, не только я, но и Оля тоже. И вот наша маленькая мечта сбылась. Что можно сказать об этом восхождении? Интересно, хороший маршрут, хотя его оценивают как более сложный, чем Маттерхорн, классические подъемы. Я бы сказал, что они как минимум сопоставимы. Да, мы не нашли его более сложным. Но спуск мы нашли более сложным, чем... чуть-чуть более сложным, чем подъем. Спуск длиннее, чем подъем однозначно. Есть места, где полазить. Собственно, наше восхождение закончилось на перевале Мюнч-Йох. Вот здесь вот сзади над нами хижина Мюнч-Йох-Хютер. Вот дальше уже все очень просто. Здесь входят туристы. Еще минут 30, и мы придем на станцию Йонгфроу-Йох. Где нас ждет поезд, и мы отправимся домой. Ну что ж, друзья, давайте подведем небольшие итоги восхождения на Эйгер. В двух словах, моя рекомендация. Это очень красивый, невероятно логичный маршрут по острому гребню на одной из знаковых вершин Альп. Я могу только рекомендовать его вам, и считаю, что такое восхождение должно быть обязательно в копилке каждого альпиниста. Отличает это восхождение, помимо красоты и логики маршрута, длинный и непростой спуск. И, конечно же, у таких популярных маршрутов, у таких знаковых вершин, часто высокая популярность. Это значит, что вы вряд ли будете на восхождении одни. Подход к хижине Метиллегия занимает 1,5-2 часа. С самого восхождения 3-4 часа, однако, возможно, и более длительное время, если маршрут в плохом состоянии или на восхождении много других альпинистов. Спуск с вершины до странции Юнгфрау Йох 4-5 часов. Снаряжение для восхождения на Эйгер достаточно минимизировано, так как маршрут хорошо оборудован. Есть шлямбурные и анкерные крючья, в самых трудных местах есть канаты. Для двойки я рекомендую взять веревку в 50 метров. Этой веревки хватит для работы на пути к вершине вверх. При этом я бы рекомендовал укоротить ее до 20 метров. Это достаточно такая оптимальная длина для этого маршрута. На спуске вам потребуется 20-25 метров для дюльферов. Соответственно, веревки 50 метров охватят как для подъема вверх, так и спуска вниз. Также на восхождении вам понадобится 6 оттяжек. Точнее, для подхода. Для участка скал на подходе оптимально иметь 6 оттяжек, потому что именно столько промежутых точек там оборудовано. Дальше на восхождении, в принципе, меньшее количество вам понадобится. Но, тем не менее, из-за подхода 6 оттяжек я рекомендую иметь на этом восхождении. И, конечно же, каждому из участников восхождения нужно иметь ледоруб и кошки. Ледоруб достаточно иметь классический. Кошки желательно, чтобы они были хотя бы полуавтоматические и крепились на жесткий ботинок. Дополнительно я рекомендую взять 2-3 френда маленьких и средних размеров. Пару раз я ими пользовался. В этом нет большой необходимости, но лишними, я считаю, они не будут. Конечно же, нужно иметь индальный набор снаряжения. Это спусковое страховочное устройство. И я бы, наверное, еще рекомендовал взять на связку из двух человек 2 петли 120 см. Это такой универсальный инструмент, который можно использовать в различных ситуациях. Ну что ж, на этом все. Я желаю вам погоды в горах, безопасных восхождений и, конечно же, удачного подъема на эгер. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!